День веков хронограф 29 мая 1787 года родился известный русский поэт Константин Николаевич Батюшков. Его жизнь складывалась не слишком счастлива. Как литератор он был забыт еще при жизни, в которой оказался неудачлив и беден, закладывая и перезакладывая свое жалкое имение, а также хронически несчастлив в любви. Батюшков добровольцем записался в армию и пошел сражаться с французами. Он был адъютантом легендарного генерала Раевского, имел тяжелое ранение. Лучший поэт до пушкинской поры издал всего одну небольшую книжку «Опыты в стихах и прозе» в 1817 году на средстве своего лучшего друга Гневича. Но самым ужасным была дурная семейная наследственность. Умопомешательство деда, матери, сразу после рождения сына, сестры Александры, сам поэт сошел с ума на 34-м году жизни, прожив после этого еще более 30 лет. В 1830 году поэта навестил Пушкину, но батюшка не узнал его. Лучше всего об этой трагедии написал сам поэт. Что писать мне и что говорить о стихах моих? Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился в дребезги. Пойди узнать теперь, что в нем было. 29 мая в 1913 году русские сезоны в Париже открылись премьерой балета «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского. Постановку спектакля осуществил известный танцовщик и балетмейстер Вацлав Нижинский. Балет «Весна священная», рисующий картины языческой Руси, создавался в едином содружестве композитора Игоря Стравинского, хореографа Вацлава Нижинского и художника Николая Рериха. Дабы передать варварский дух далекой древности, Игорь Стравинский использовал необычные созвучия ритма – новые оркестровые краски. Вацлав Нижинский в балете «Весна священная» положил в основу танцев резкие прыжки, взмахи, топочущие движения, которые своей неуклюжестью вызывали представление о чем-то дико, примитивно. На парижской премьере балета разразился настоящий скандал. Но через некоторое время музыка к балету «Весна священная» была с восторгом принята художественной общественностью и публикой. На одном из первых представлений побывала Коко Шанель, мало кому известная модистка из провинции. Будущая законодательница моды произвела фурор, надев брюки и сделав короткую стрижку с челкой. Так под музыку Стравинского началась эпоха Шанель. Хореография Вацлава Нижинского еще долго оставалась непризнанной и непонятой. Лишь со временем пришло осознание той революции, которую он совершил своими постановками в танце. И таким образом искрометный новатор Вацлав Нижинский в своей хореографии заложил основы танца 20 века. Сегодня «Весна священная» вошла в число культовых балетных партитур 20 века, из тех, что часто используется в творчестве современных хореографов. 29 мая в 1937 году смертельно больной Куприн выехал из Парижа в Россию. «Я готов пойти в Россию пешком», – сказал он своей дочери, садясь в поезд, идущий в Москву. Куприн провел в эмиграции 18 лет. За границу он попал почти случайно. В октябре 1919 года Александр Куприн оказался занятый войсками генерала Юденича Гатчине и вместе с отступавшими войсками пробрался в Ямбург. Отыскав жену и дочь, Куприн через Финляндию прибыл в Париж. «Иммиграция стала для него европейской ночью, более чем для многих других русских писателей». «Наша жизнь теперь скучна, бедна и одинока», – сообщает Куприн в одном из своих писем той поры. «Скучно. Все знакомые нас забыли. Да теперь и дорого быть знакомыми. Одно развлечение, когда за неплатеж закроют на нас газ, электричество или теплую воду, или когда приходят выжимать налоги и подать сибравые французские судебные приставы». По распоряжению Сталина Куприну показали новую Россию. Возили по стране, по великим стройкам. Но выразить восторги по поводу всего этого Куприн не смог. В августе 1938 года он умер в Ленинграде от рака. 29 мая в Англии отмечается День Дуба. Это праздник, связан с восстановлением монархии в 1660 году. Праздник был установлен британским королем Карлом II. Согласно легенде, его отец Карл I после поражения от войск Кромвеля укрылся в ветвях дуба. Хотя официально праздник был отменен в 1859, в народе он продолжает отмечаться и по сей день. В Швейцарии 29 мая отмечается праздник Тела Господня. На улицах устраивают праздничные шествия и карнавалы. 29 мая 1853 года в Саратовской губернии выпал снег, который причинил значительный вред хлебам. Как пишут летописи, холод был так силен, что погибло много овец и три пастуха. 29 мая 1891 года в Сибири выдался очень холодный день. В Томске минимальная температура была минус 2 градуса. А в Москве этот день оказался самым жарким. Воздух раскалился до плюс 31,8 градусов. 1895 год. Этот день стал холодным для Москвы. Температура под утро понизилась до минус 1,3 градуса. 29 мая 1898 года на Москву обрушился сильный ливень, сопровождаемый грозой и порывистым ветром. За сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. 29 мая 1943 года в Ленинграде было для этого дня очень холодно. Минимальная температура, хотя и положительная, но стала рекордной. Плюс 1,2 градуса. 29 мая 2003 года в Московской области прошли сильные дожди до 11 миллиметров. Ветер при грозах усиливался до 18 метров в секунду. Заморские наблюдались в Ярославской до минус 3, Костромской, Тверской и Свердловской областях до минус 2 градусов. Православная церковь в этот день чтит память святых. Преподобного Феодора Освященного, преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских, святителя Александра и епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентия. Также в этот день Православная церковь отмечает перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского. Согласно легенде, преподобный Ефрем Перекомский родился в 1412 году в городе Кашине. Склонный к уединению, Ефрем еще в юные годы оставил родительский дом и поселился в Калязинской обители Пресвятой Троицы. 29 мая 1545 года мощи преподобного Ефрема были перенесены в новый обитель. В память этого события Московский собор 1549 года установил в этот день церковный праздник. В народном календаре этот день отмечается как Федор Житник. В стародавние времена в этот день заканчивали посев яровых. На Федора непременно надо сеять жита, гласила народная мудрость. Ради Божи, жита Божи, просили крестьяне. Родившиеся в этот день суровые и надежные. Им следует носить камень амазонит. К 29 мая обычно зацветает рябина, а значит приходит долгожданное тепло. В садах начинают обработку плодовых деревьев. А вам, дорогие зрители, мы бы хотели пожелать счастья, здоровья и успехов. С вами была программа «День веков хронограф». И мы, ее ведущие. Я, Михаил Ремезов. И я, Светлана Рудская. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»